Добрый день! Сегодня 3 марта, понедельник, и в Крыму нарастает противостояние. Но я хочу сегодня обратиться к своим сторонникам, подписчикам и к тем, кто меня смотрит в России. По сути, я сейчас везде встречаюсь с общественностью, с людьми и говорю об одном. Не стреляйте в русских солдат, ни в коем случае. Это молодые пацаны, которых безумный Путин бросил как подставку под то, чтобы в них стреляли. И по сути, он их использует для того, чтобы с нашей стороны, с украинской, раздались хоть какие-то выстрелы. Чтобы было основание для введения больших войск. Но даже не в этом дело, а в том, что у этих молодых пацанов с автоматами, которые прячут свои лица, на самом деле есть матеря там в России. И сегодня мы завязаны кровными узами. У меня очень много родственников в России. Я сам русский, Балашов Геннадий Викторович. У меня предки русские, которые воевали еще с Наполеоном. Но я себе не представляю, как я буду стрелять в русского. Вы бы хотя бы в армию таджиков поставили, хотя бы каких-то инородцев. Но русских, которых вы присылаете в Крым, и которые ходят сейчас с автоматами, угрожающие, смотрят на наших людей, в этом весь страх и есть. Что мы не можем развязывать братоубийственную войну. И если Путин думает, что современная война идет стрелковым оружием, то он глубоко ошибается. Современная война идет экономическая и деньгами. А эту войну он проиграл. Путин не только проел свой газовый потенциал, он проел свою армию вместе со своим Шойгу. И то, что они прислали сюда контингент молодых парней, вооруженных обычным стрелковым оружием, ни о чем не говорит. Эта армия крайне слаба. Она такая же слабая, как и украинская армия. Не способная воевать. Техника толком не ездит. Она не современна. И, конечно же, современная техника войск НАТО или Соединенных Штатов Америки в мгновение ока может это все спалить буквально. Весь этот российский флот легко потопить, он даже не сможет сопротивляться. Единственное, что есть у безумного Путина, это ядерное оружие и кнопка на пульте. И мы не знаем, в каком состоянии находится его мозг. Если даже Меркель сказала о том, что, судя по всему, господин Путин потерял реальность со временем. Реальность того места, где он находится в мире. Сегодня его место уже как история. На самом деле этот человек мало на что влияет в мире. И он может только дразнить большие страны своим безумным поведением. Но мы, граждане Украины, должны держаться сейчас мирной стороны. В Крыму можно не обращать внимания на солдат, которые стоят на блокпоста. В конце концов, сейчас это проблема Путина. Чем их кормить и как доставлять продовольствие. Фактически народные массы сегодня могут разоружить российское войско. Потому что русские тоже будут видеть, как живут крымчане. Чем они озабочены. О чем они думают. Я думаю, что та свора, которая собирается возле парламента Крыма, орет о патриотизме русским, вешает русские знамена на украинской территории. Это просто люди, которые пропили свой мозг. Проели его. Это, возможно, бывшие офицеры, которые помнят Советский Союз. Это, возможно, люди, которые сейчас не имеют работы и недовольны к состояниям дел. Но не забывайте, тот Янукович, который вас ограбил в свое время, который вывозил сюда, в Киев, как флажки под флаги, тот же самый Янукович сегодня финансирует вот этот сепаратизм. Поэтому я призываю всех сторонников своих и в Крыму, и здесь, в Киеве, не стреляйте в русских солдат ни в коем случае. Это все рассосется. Я думаю, что сейчас будет достаточно заявлений в мире, достаточно давления на безумного Путина. Но единственное, чем мы рискуем, это то, что он по-настоящему безумен. И эта ядерная кнопка у него в руках. И сколько он будет свое безумство проявлять, мы не знаем. Может быть, его надо лечить. Так же, как от денег сошел с ума наш президент Виктор Янукович, у которого запасы были уже больше, золотовалютных запасов страны, и он почувствовал себя Господом Богом. Но его страна выгнала, буквально выгнала и заставила бежать. Но это стоило гражданам Украины около ста жизней человеческих, молодых людей. Я не знаю, если взорвется в России такая же ситуация, сколько там будет погибших. Но все погибшие будут на совести господина Путина. Это безумного диктатора, который подумал, что он может все. Так вот, в современном мире, господин президент, вы не можете ничего. И вы не вошли в историю как освободитель Крыма, или как человек, который вернул Крым Российской империи. Вы вляпались в историю очень серьезную. Потому что воевать с вами никто не будет. Нет смысла ради твоих амбиций, блин, убивать твоих же солдат. Путин, хрен собачий. Убирайся из нашей страны и забери, пожалуйста, солдат, у которых есть матери. Не лишай их детей, безумец чертов.